Здравствуйте, уважаемые читатели. Мы хотим познакомить вас с книгой «Ваза для принцессы» авторов Ингрид и Диттер Шуберт. Ведь на дворе лета парад цветов, а значит мы должны отправиться на поиски самой красивой вазы. Книга «Ваза для принцессы» от издательства «Пешком в историю» входит в новую серию книг «Идем в музей». Она расскажет вам о том, какие бывают музеи и что в них можно найти, а еще как самому собрать коллекцию или создать шедевр. Книги со всего мира про самые интересные музеи. Действие этой сказочной истории разворачивается в голландском городе Делфт, куда приезжает из Китая мышонок Лин в поисках своего друга Титуса. Лин не только находит друга, но и выручает его из беды, раскрывает секрет настоящего китайского фарфора и помогает изготовить вазу для принцессы. Книга будет интересна детям младшего школьного возраста. Большие корабли вернулись из дальнего плавания. Из Индии они привезли специи, из Китая ящики полная фарфора. Все товары перегрузили на баржу и тут из укрытия показался Лин. В поисках своего друга Лин объехал весь мир, прячась в грузах. Он скрабкался на мачту и осмотрелся с любопытством. Таких странных домов он еще никогда не видел. Странная маленькая страна, думает он. Судно приближается к прекрасному городу. На берегу Лин видит своего друга Титуса. Титус смажет Лину и улыбается. Они идут по улицам, взявшись за руки. Останавливаются у здания с именем хозяина дома на стене. Здесь мы и живем, с гордостью говорит Титус, у лучшего гончара в городе. На чердаке, там не замерзнешь. Через дырочку в стене они забираются в дом. Там уже собралась вся семья. Это мой друг из Китая, с гордостью говорит Титус. Он когда-то спас мне жизнь. Я многому от него научился. Лин художник. Он умеет все на свете. Перекусить что-нибудь найдется? Мышки жуют, причмокивают, чавкают. А чем же занят Лин? Лин наливает чай, торжественно поясняет Титус. Вы только посмотрите на эти чашку и чайник. Это настоящий фарфор с тончайшей росписью. Мы в Голландии такого не умеем делать. Скажешь тоже, расшумились мышки. Наш-то хозяин все умеет. Он сейчас готовит что-то совершенно необыкновенное для принцессы. Ты же знаешь, Титус. Мышки потащили Лину в мастерскую и с важностью принялись показывать ему, что умеет делать их хозяин. От ночного окрышка до молочника, от шкатулки до крышечки. На верхней полке стоит гордость мастера, ваза для принцессы. Пока еще чисто белая, но хозяин скоро раскрасит ее самой красивой голубой краской. Видишь эти носики? Показывает Титус. В каждый из них можно поставить по тюльпану. Люди сейчас с ума сходят по этим цветам. Хотя луковицы тюльпанов намного вкуснее. Лин кивает. Мяу! На мышей прыгает незаметно подкравшийся кот. Фарфор летит во все стороны. Ваза для принцесса падает с полки, переверачивается в воздухе и разбивается на тысячу осколков. Стоит оглушительный писк. Мыши бросают в рассыпную. Толстохозяйский кот смотрит только на Лина. То-то он сейчас полакомится. Но Лин ничуть не боится. Он наскакивает на кота, то с одной стороны, то с другой. Движения у него быстрые-быстрые. Пряжки точные, удары меткие. Коту расхотелось есть мышей. Мышки перестали бояться и потихоньку вылезают из своих углов. И в ужасе смотрят на осколки. Это катастрофа. База для принцессы разбилась. Хозяин будет страшно расстроен. Лин улыбается своим друзьям. Наклоняется и начинает собирать черепки. Мышки, вздохнув, помогают ему. «А как же он так победил кота?» – спрашивают они у Титуса. «Это кунг-фу», – объясняет Титус. «И мы тоже можем так научиться». Лин кивает и показывает приемы. Другие мышки ловко повторяют его движения. Тут распахивается дверь. Что за шум и гам мастерской? В мастерскую входит хозяин. «Ой-ой-ой, разбилась моя лучшая ваза. Кто же это сделал? И что я скажу принцессе?» От огорчения мастер ложится в кровать и накрывается с головой. Он вообще больше не хочет вставать. Ему надо помочь во что бы то ни стало. Лин складывает из черепков высокую башню. Титус сразу понимает, что он хочет этим сказать. «Послушайте, мы сделаем новую вазу для принцессы». Кот ходит туда-сюда, носит глину. Мышки пятками разминают ее, она уже мягкая, как масло. Другие мышки скручивают из нее ловкими лапками тонкие колбаски. А лин с Титусом лепят из них и ровняют стенки вазы. Работа кипит. Вот слепленные мышками предметы подсохли, и кот окунает их один за другим в чан. Теперь они стали совсем белыми и блестящими. Их уже можно расписывать. Лин с Титусом рисуют на вазе узоры. Все остальные мышки держатся подаль. Почти все. На следующее утро мастер видит новые изделия из фарфора, аккуратно расставленные у печи. Готовые к обжигу. Посередине стоит ваза. Ваза для принцессы. Мастер вне себя отчасти. «Это шедевр!» – восклицает он. «Какая расцветка! Какая тонкая роспись! Кто же ее сделал?» Он никогда этого не узнает. Мышки все спрятались и тихонько смеются, выглядывая из дырочек. Вот ваза обожжена. Мастер тщательно упаковывает ее и отправляет во дворец. Принцесса разворачивает упаковку и восклицает. Ваза с цветами стоит во всей кресе. Титус и другие мышки живут тут же рядом. Им очень нравится их новый дом. А хвостики у них теперь синие. Это королевский синий цвет. А куда же отправился Лин? Как вы думаете? Субтитры создавал DimaTorzok